Друзья, я Екатерина Корочковская, специально для телеканала ITV. Делюсь своими впечатлениями. С севера Италии я уже здесь нахожусь не первый день, как раз попала в разгар коронавируса, который бушует уже не только в этой стране, но также добрался и до Молдовы. И поэтому интересные факты для вас. Расскажу свои впечатления и эмоции от нахождения в самом эпицентре таких событий. Вчера, 10 марта, в Италии за сутки число заболевших выросло со 170 человек до практически 700 инфицированных, поэтому количество растет с каждым днем, можно сказать, что растет прям каждый час. Всего уже в мире более 150 тысяч заболевших. Ну и тройку лидеров, конечно, все уже знают, это Китай, Италия и Иран. Тройка лидеров стран, где самое большое количество инфицированных коронавирусом людей. В Италии массово отменяют рейсы, как из Италии, так и в Италию. В Молдове, из Кишинева уже 7 марта были отменены рейсы, как в одном, так и в обратном направлении. Поэтому надеюсь, что все-таки, друзья, в ближайшее время у меня получится попасть домой благополучно. Чувствую себя отлично. Так что все, кто спрашивает, все, кто пишут, делюсь тем, что состояние тьфу-тьфу-тьфу, но хорошее, поэтому держимся. Что еще очень интересно, что в Италии в тюрьмах массовые беспорядки из-за коронавируса, потому что они пускают для посещения заключенных людей, для посещения родственников, и поэтому заключенные устраивают бунты. Уже несколько человек погибло, поэтому беспокойство даже в итальянских тюрьмах. Что происходит в городах? По моим наблюдениям людей стало намного меньше, люди стараются сидеть дома, школы закрыты уже третью неделю, и школы, и университеты будут закрыты до, пока, пока, до 4-5 апреля, то есть возможно, что еще власти страны еще увеличат этот срок, а также уже с сегодняшнего дня и молдавские школы, университеты также закрыты на карантин, поэтому ситуация накаляется, и даже в Ватикане из-за коронавируса закрыт собор Святого Петра, потому что собор Святого Петра в принципе никогда не закрывали, поэтому такие меры уже даже были приняты и в отношении собора. Но в магазинах есть продукты, потому что я читала, что в первые дни вот этой массовой истерии по поводу вируса в Милане скупали продукты, все сметали с полок. Я нахожусь в городе Удин, это север Италии, и здесь в магазинах продукты есть, поэтому все в порядке, есть еда, можно в принципе, единственное, что в магазинах очень большие очереди, все стараются держаться друг от друга на достаточном расстоянии. Также в кафе после 6 вечера невозможно попасть, все закрыто, режим карантина, друзья, так что тихо, спокойно, можно гулять, наслаждаться солнечно, кстати, солнечная погода, вот, и поэтому, если бы не отсутствие такого количества людей, как всегда, на улице, то можно было бы подумать, что просто какой-то весенний день и все хорошо. Вот, и что еще, друзья, интересно, то, что люди еще до выхода декрета, до того, как власти вели карантин на севере Италии, люди узнавали из источников каких-то из интернета, что, возможно, будет введен карантин и возвращались в свои дома на юг, кто живет на юге, в центре Италии, потому что на сегодняшний момент это было бы уже сделать невозможно, так как выезд из севера Италии, из тех 14 городов, которые в красной зоне, уже невозможен. Власти Молдовы также приняли меры по защите граждан, и поэтому надеюсь, что введенный у нас карантин поможет, и все будет хорошо. Все, кто хочет вернуться домой, они вернутся домой. Ну, а я, друзья, использую время. Пока у меня есть сейчас время, и в Италии карантин, пока я еще не в нашей стране, и еще несколько дней не возвращаюсь, я готовлю для вас сюрпризы. Я готовлю для вас совместно с телеканалом ITV, новый проект по этому, по приезду. Мы начинаем записи, и скоро вы все сами увидите, так что не пропустите, следите за новостями, и самое интересное будет впереди.